13 сентября по всей стране состоится единый день голосования. До выборов осталось меньше недели. В преддверии такого важного события народные избранники провели встречи со своими избирателями. Конституция нашей страны каждому из нас дала огромное право избирать и быть избранным. С одной стороны, это большая ответственность. С другой стороны, люди, которые избираются в Совет депутатов, имеют возможность представлять интересы жителей. Ведь депутаты знают о проблемах не понаслышке, имеют жизненный опыт. При обсуждении принятия постановлений местной власти прежде всего учитывают интересы жителей. На минувшей неделе депутаты законодательного собрания Краснодарского края в рамках встреч отчётов ответили на актуальные вопросы, которые возникают у жителей, рассказали о своих планах и задачах на предстоящий период. Ведь депутатство – это не только участие в сессиях, депутатских комиссиях, но и работа в избирательном округе. Депутат ЗСК Виктор Чернявский встретился с жителями на базе Славянской центральной районной больницы. До этого он провёл уже семь таких встреч в нашем городе. Виктор Васильевич отчитался о проделанной работе за шесть месяцев этого года. В центре внимания депутата были вопросы наполнения бюджета, социальной направленности расходов, выполнения государственных программ, а также законодательного обеспечения развития экономики края, импортозамещения. Ещё одна встреча-отчёт прошла в Доме культуры Целиного сельского поселения. Депутат ЗСК Дмитрий Казаченко также отчитался за проделанную работу перед избирателями. Рассказал, как прошло совещание депутатов в законодательном собрании края. Помимо встреч-отчётов на этой неделе на злободневные вопросы жителей нашего района ответил депутат Государственной думы Александр Меткин. Плановые приёмы граждан депутатами Государственной думы проходят раз в три месяца. Самое главное – такие приёмы граждан дают положительный результат. Участие в политической жизни не только право, но и обязанность каждого человека. Приходя на избирательные участки, каждый верит, что их жизнь будет достойной и проголосует за стабильность, порядок, движение вперёд. Воспользуйтесь своим правом, отдайте голос за достойных.